В Ульяновской области появилось еще одно исправительное учреждение, точнее участок при ИК-9. В нем будут отбывать наказания те, кто осужден на принудительные работы. Общежитие, где будут пребывать заключенные, располагается за пределами колючей проволоки, в так называемой штабной зоне. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления, но впервые. Сужденные начнут к нам пребывать после Нового года. То есть сейчас проведены все необходимые мероприятия. Значит, согласно с планом оргпрактических мероприятий в СИН России, в этом году должен быть открыт у нас участок, встанавливающий как исправительный центр. Значит, штатный личный... Сразу привожу данные, чтобы средства массовой информации было понятно. Значит, штатной численностью личного состава будет 8 сотрудников, из них 3 офицера и 5 прапорщики. 8 человек будут обеспечивать исполнение режима 30 заключенными. Выглядеть это будет примерно так. Гражданин, получивший наказание, заселяется в это общежитие, где он будет обязан прожить все время, определенное ему судом. У ФСИН его трудоустроит на предприятии, с которым достигнута необходимая договоренность. 20% от зарплаты будет забирать государство, остальное гражданин может потратить на себя и на помощь родным. Главное соблюдать достаточно простые правила. Подъем, без конвоя, выезд на работу в город, после работы возвращение в учреждение, все выходы в город по разрешению. Обстановка в целом напоминает армейскую. Сам по себе такой вид наказания задуман, чтобы не погружать в мир уголовников тех, кто еще не так сильно погряз в противозаконных деяниях. Бытовые условия на уровне недорогого хостела. Здесь и машины стиральные, и утюг, и чтобы все было под награждением. Все помещения просматриваются. На пульте круглосуточно дежурный. Вход и выход по электронной карте. Все действия приходят на пульт и сохраняются в базе данных. Условия, прямо сказать, лояльные к человеку. Вот только поможет ли все это встать на путь исправления и вернуться полноправным членам в общество, покажет жизнь. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.